В недавно отремонтированной Пехлецкой сельской библиотеке светло и просторно. Функционала стало больше. Помещение универсально. Во-первых, солидно обновили книжный фонд. А во-вторых, здесь открыли двери в самую настоящую виртуальную реальность. Теперь посетители смогут перенестись в мир любимых книжных героев в интерактивном режиме. Своеобразный апгрейд провели через нацпроект «Культура». Современным услугам губернатор Николай Любимов был приятно удивлен. Когда концепция разрабатывалась, мы учитывали каждый уголок, чтобы у нас все было... Функционально и красиво. Да, функционально. И я думаю, что у нас получилось. Да я считаю, что вполне получилось, даже очень хорошо. А еще в районе капитально отремонтировали Табаевский сельский дом культуры. Впервые за 60 лет. Здесь в 1946 году рабочие и жители деревни стали строить клуб своими силами. То есть сами вели шлакоблоки и по воскресеньям, по выходным дням они, значит, строили. Ну вот... Что-то способом. После... После... Собнород, что называется. Да, да, да. Построили сами, своими силами. После того, ну то есть на протяжении времени, естественно, долгого времени обветшал. И поэтому в 21-м году вступили в программу и вот отремонтировали такой красивый пункт. Тема вакцинации, понятно, сейчас самая актуальная. В Кораблинском районе к вопросу подошли тщательно. Вакцину получило уже 80% населения. По словам Николая Любимова, это один из лучших показателей в регионе. Люди дисциплинированно идут, заботятся о своем здоровье. Прежде всего, это очень хорошо. Не везде, к сожалению, такая ситуация. И людям еще не раз придется об этом сказать. Не раз еще какие-то доводы привести, убедить их. Надеюсь, что все-таки большее количество людей поймет. У нас пока еще на уровне области всего 67% вакцинировано от взрослого населения. Поэтому еще есть над чем работать. А вообще больницы, конечно, коллектив в первую очередь. Люди, которые работают, очень хорошо относятся к своему. Дело очень ответственно. Они наладили такие вещи, которые действительно сделаны для удобства как раз жителей. В этом году в самом Кораблино обустроили новую территорию для отдыха всей семьей. Березовый парк. Потратили немало. Около 76 миллионов рублей. Но деньги пошли на нужное дело. Сегодня парк пользуется спросом во все времена года. Зимой в парке можно покататься с горок, на катке и даже на лыжах. Ну а летом весело провести время на новой оборудованной пляжной зоне. Герман Гущин, телекомпания «Город» при содействии телеканала ТВ Кораблино.